Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую всех на своем канале! Ну что ж, нас скоро будет целых 100 тысяч! Я очень признательна всем, кто подписался, кто выбрал меня как автора. Начинаю готовить свою гардеробную, достаю платье. Вот у них вытянулись даже здесь плечи. Весна идет, я уже убираю зимнюю обувь и делаю очень-очень много уборок, как, наверное, сейчас будут делать очень многие женщины на этой планете, в разных странах. На самом деле мы все находимся примерно в одной ситуации. И это видео я записываю первым сегодня, потому что я планировала записать достаточно много интересных, на мой взгляд, видео, которые кому-то будут просто интересны, а кому-то будут даже интересны и полезны. Но первое видео я записываю сегодня о ситуации, в которой мы все находимся. И, признаться, это грустное видео для меня. И я поняла, что я не смогу записать сегодня некоторые видео, которые запланировала, прежде чем не запишу вот это. Вчера я сходила благополучно на рынок, чему была очень рада. Но я, насколько поняла, была рада не только я. Кстати, одна зрительница задала мне интересный вопрос. А были ли на рынке жители, которые находятся в группе риска? То есть это люди, скажем так, старше 60 лет. Абсолютно точно они были, многие были без масок. Что это? Недооценивание ситуации, либо трезвое отношение к тому, что происходит? Я, на самом деле, сказать не могу. Но вчера после обеда я узнала, что у нас закрылись парки. На самом деле парки закрылись в Абонатермо, в Монте-Гротто. Они пока еще открыты. И здесь мы, как семья, как жители этого города, столкнулись с первой проблемой. Проблема в информации, потому что я, заходя на портал непосредственно городов, в которых я живу, и я много раз говорила, что Абонатермо, Монте-Гротто-Термо – это два города. Один, который перетекает в другой, и в определенном месте нет даже проезжей части. То есть ты можешь пешком, не переходя проезжей части, не пересекая дорогу, оказаться в другом городе. Соответственно, я захожу на портал обоих городов и не могу найти информацию, например, четкую и ясную в отношении пробежек, в отношении выгула собак, хотя у меня нет животных, в отношении, в том числе, детских парков. Но вчера повесили объявления в парках, я еще их не видела. Это видео выйдет раньше, чем я поеду сегодня в супермаркет. Сегодня я решила поехать в супермаркет. У меня нет маски, и маску мы не собирались покупать, потому что я все-таки верю. И больше информации говорит о том, что да, здоровым людям маска не нужна, и она не рекомендована. Но в любом случае маски в нашем городе купить невозможно. И несмотря на то, что нам организовали, по крайней мере, в Монте-Гротто, про Абоно, пока я не смотрела, доставку на дом всех медикаментов, я не знаю, маски можно ли заказать на дом, в любом случае масок нет, ни в близлежащем Абоно-Термо, ни в городе, где я проживаю, в Монте-Гротто-Термо. Так вот, сегодня я поеду в супермаркет. Было принято решение, что эту большую закупку буду делать я. И видео для меня, на самом деле, грустное, и утро прошло достаточно грустно, потому что, наверное, первый раз с мужем мы в ситуации, когда вот мы действительно не знаем, что будет завтра. Сможем ли мы вывезти детей завтра на прогулку в ближайший открытый пока еще парк? Сможем ли мы завтра купить в супермаркете то, что нам нужно? Потому что я рассказывала, мы не закупались в проб, меня очень многие спрашивали. Нет, мы этого не делали, но вчера мой муж был в ближайшем маленьком супермаркете, но это именно супермаркет, то есть это не магазинчик, все магазинчики у нас закрыты. Видео о том, что закрыто, что открыто сейчас выкладывается, я записываю это видео, хотя не планировала сегодня записывать его. И, соответственно, мы в первый раз находимся в ситуации, когда мы не знаем, что будет завтра, потому что мой муж вчера был в супермаркете, и он сказал, Яна, нет никакой муки, то есть муки 0,0,0, но никакого производителя, и полностью опустошен департмент, получается, отдел, где замороженные продукты. Там мы часто покупаем замороженную малину, я покупаю там замороженные какие-то овощи, горошек, например, много раз рассказывала, показывала, как я его готовлю. Он сказал, что эти отделы пустые. Да, начались перебои с яйцами, например, возможно, с какими-то другими продуктами, которые мы не едим и их не отслеживаем. Это временные перебои, потому что были выходные, и магазины должны, допустим, построиться сейчас все-таки под меньший поток покупателей, либо это нарастающая какая-то тенденция, я сейчас сказать не могу, но было принято решение, что поскольку я человек, который готовит, и мне очень сложно сейчас готовить, я на самом деле с трудом могу прокормить 4 мужчин в своем доме, потому что они едят много, конечно же, мне хочется готовить разнообразно, решили, что в супермаркет поеду я, потому что иногда смотришь, как хозяйка на что-то, и думаешь, а, я вот это могу приготовить, вот это сделаю, и, соответственно, муж покупает по списку, хотя сегодня первый раз в жизни, я тоже поеду со списком, чтобы ничего не забыть купить из того, что нам действительно нужно, соответственно, было принято решение, что я поеду в супермаркет, заеду в парк, посмотрю, что это за объявление, потому что на сайте Аббана никаких запретов нет, такое ощущение, что, опять же, многие мне пишут, что я саботирую, но вот у меня по рассказам мужа, который видел эти листочки, ощущение, что, может быть, это кто-то вообще их наклеил, потому что официальной информации на сайте Аббана на данный момент нет о том, что парки закрыты, но листовочки в парке были развешаны, возможно, тоже они были развешаны какими-то гражданами, которые, а также, как в чате родительском, я рассказывала, очень и очень бдительны. Не говорю, что это хорошо, не говорю, что это плохо, это просто так, как есть, я считаю, что если есть закон, его, безусловно, нужно уважать, а если закон не дает прямого запрета на посещение парков, а закон пока на мою информацию на данный момент такого запрета прямого не дал, то, соответственно, все люди, которые посещают парк, это люди, которые действуют совершенно в соответствии с законом. Ну и третий момент, который сегодня меня очень и очень расстроил, сегодня к нам пришел почтальон, он позвонил в дверь, какой-то штраф нам принес, потому что он сказал, что это штраф, я хотела спуститься, он сказал, нет, сеньора, я не могу вам на руки отдать это письмо, я положу вам квиток о том, что через два дня вы можете забрать это письмо на почте. И вот это меня очень удивляет, то есть квиток, точнее, само письмо я забрать не могу. Пожалуйста, положите мне его на пол, я его возьму, положите мне квитанции, где расписаться, я распишусь, положу вам через метр, вы подойдете, то есть, ну все это можно сделать и организовать. Мне совершенно непонятно, почему теперь мы, люди, которые получают корреспонденцию, которые продолжают приходить, почему мы теперь должны это делать, то есть, должны получать на почте. При этом я недавно готовилась к видео и говорила о том, что почта работает в нормальном режиме, я не видела никаких ограничений, например, на доставку так называемых писем с уведомлением, такое письмо мне пришло, соответственно, вот мне совершенно непонятно, что произошло, возможно, за ночь, я где-то не уследила. На самом деле, я, как человек, который живет в этой стране и который рассказывает об этой стране, сталкиваюсь с тем, что очень трудно находить информацию. Я не беру информацию в газетах, я не беру информацию где-то еще, я беру информацию на сайте govern.in, то есть правительство.in и, соответственно, есть еще одна газета, она официальная, забыла, как она называется, многие зрители наверняка знают. Соответственно, там почасовая раскладка новостей о том, что происходит в мире, о том, что происходит здесь, в Италии. Поэтому вот три этих момента закрытия, якобы закрытия парков, отсутствие частичное в супермаркетах продуктов, в ближайшем, точнее, супермаркете, куда нам не нужно ехать на машине, ну и также поведение почтальона, это, конечно, накладывает некий отпечаток на нашу повседневную жизнь. Мы действительно находимся, как и многие семьи, в самоизоляции, потому что мы в основном выгуливаем, к счастью, детей на террасе, которая у нас имеется, сами находимся на террасе. В этот раз, наверное, мы приедем на море, если приедем, потому что, на самом деле, неизвестно, сколько теперь дети будут учиться. Кстати, по поводу учебы меня часто спрашивают. Некоторые учителя вот только на данный момент, вот буквально на последние три дня смогли организовать веб-классы для себя. Делают они это на добровольной основе, либо при помощи, скажем так, правительства, школьных учреждений. Пока тоже непонятно. У меня все-таки сложилось ощущение, что многие учителя действительно заняли активную гражданскую позицию и обучают тех, кто может обучаться, кто хочет обучаться, потому что многие семьи элементарно столкнулись с тем, что они имеют только один компьютер, с тем, что они имеют недостаточно быстрый трафик, либо вообще его не имеют. И, кстати, по поводу трафика. Возможно, скоро мои видео тоже перестанут выходить в эфир. Это будет связано с тем, что я всегда оплачивала свой трафик определенным образом через офис, и этот офис сейчас закрыт. Можно ли будет оплатить трафик каким-то другим способом, либо нам сделают, скажем так, долг всем, кто не может оплатить на какие-нибудь два месяца. Я не знаю, на самом деле, до открытия всех офисов. Соответственно, я сразу предупреждаю, что, возможно, трафик у меня закончится. Я просто не смогу выходить в интернет, как и многие, как и многие, кто таким же образом, не привязывая, допустим, к банковскому счету, оплачивали услуги интернет-связи. Ну и последняя новость, которую я тоже обнаружила, потому что пошла, прежде всего, искать информацию о парках, открыты они или нет. Я обнаружила, что у нас работает в ограниченном, скажем так, режиме, либо вообще приостановлен. Тоже очень сложно разобраться и понять в терминах вывоз мусора. То есть у нас закрыты, насколько я поняла, некоторые станции. Вы должны понимать, что у нас есть станции по переработке разного мусора. Так вот, некоторые станции по сбору и переработке, они закрыты. И это значит, что и вывоз мусора тоже не производится в нормальном, обычном режиме, потому что просто некуда его, что называется, скорикары, некуда его выгружать. Поэтому вот такие новости. Стараюсь, конечно же, я не терять бодрость духа. Повторюсь, я, на самом деле, даже не планировала сегодня записывать, но поняла, что я не смогу улыбаться, продолжать на камеру, рассказывать. Сегодня я хочу записать интересное видео от Zero Waste, если я, что называется, не выговорюсь. Потому что, прежде всего, поведение почтальона, вот это не логика в том, что очень часто я наблюдаю здесь, о чем я рассказываю. Меня, на самом деле, просто сегодня выбило из колеи. То есть я должна организоваться. Благо, у меня есть такая возможность. Кстати, сейчас очень многие сталкиваются с тем, семьи, что они не могут элементарно найти себе бэбиситера. То есть не могут найти себе бэбиситера семьи, где, допустим, два врача, либо один родитель врача, другой работает. И это действительно ситуация, из которой, на самом деле, нет выхода. Потому что если врачи не смогут найти людей, которые будут сидеть с их детьми, то они просто не смогут выходить на работу. То есть к чему все это будет приводить, и как из этого будет выходить государство итальянское, пока тоже не совсем понятно. Уже, кстати, объявили о том, что будет бонус, и я сейчас смогу ошибиться. Если не ошибаюсь, все-таки 700 евро, не 600, потому что я не услышала хорошо, и потом, если честно, забыла уточнить. Пусть это будут 700 евро, если не 700, то 600, которые государство обещает возместить любой семье, которая в это время тратилась на бэбиситера. Но, внимание, возместить можно будет только расходы на бэбиситера, который официально у тебя работал, то есть работал по контракту. Это значит, что ты официально за него платишь все налоги, это значит, что официально ты платишь за него все отчисления, и только вот за таких бэбиситеров можно будет восполнить расход на их услуги. Но, внимание, в Италии все очень интересно организовано, очень прозрачно и очень просто. Эти 700 евро можно будет потратить только на зарплату этому же бэбиситеру, что достаточно логично. То есть за эти 700 евро я не смогу пойти и купить продуктов своим детям, либо оплатить детские сады. Нет, это как раз-таки вот такой целевой, скажем так, целевой чек, который выдает итальянское государство на покрытие тех расходов, которые понесли семьи, которые были вынуждены прибегнуть к услугам бэбиситеров. Но мы опять же понимаем, что те, кто вынуждены были прибегнуть к услугам бэбиситеров, скорее всего, их официально не оформляли, потому что на это просто не хватило времени. Сейчас, кстати, работают в усеченном режиме очень многие административные ресурсы. Я рассказывала, что я ездила обновлять свои медицинские карты, которые нужно было просто обновить. Я встретила человека, я тоже про эту женщину рассказывала. Она выбежала, когда мы все стояли в очереди на расстоянии метра друг от друга. И вот это был человек, которого охватила паника. Она сказала, чтобы мы все вышли, хотя она не имела никакого права требовать от нас, чтобы мы все вышли. Я уже непосредственно была у окна. Я хотела даже записать историю про то, как я поехала в своем красном пальто. Это была моя роковая ошибка. И, в общем-то, она сказала, вот у вас нет этого документа, я вам не буду, а там не нужно даже обновлять. Эти карточки обновляли мне и мой муж, который не говорит на итальянском, и моя мама, когда я только-только родила второго ребенка. То есть можно просто прийти, отдать документы. Их набор совершенно очевиден и прозрачен. Но мне не обновили, соответственно, я не успела. А теперь этот офис закрыт. К чему я все это рассказывала? Да, я это говорила к тому, что очень многие, кто были вынуждены прибегнуть к услугам бэбиситера, просто не успели их оформить официально. Сейчас идет также вопрос о том, как восполнять зарплаты. 50% заработной платы. Но, опять же, все упирается в то, что очень многие работают по разным типам договора. То есть если ты работаешь по найму, все достаточно прозрачно и понятно. А те, кто работают как индивидуальный предприниматель, пока еще не ясно, как будут восполняться их, скажем так, потери, и будут ли они вообще восполняться. Вот такие новости на сегодня, дорогие зрители. Желаю всем хорошего настроения, хорошего дня. Увидимся очень скоро. Помните, что мы все в одной лодке. Не теряйте бодрость духа, все наладится. Обязательно увидимся очень скоро. Всем пока-пока.